На компьютере или ноутбуке не работает микрофон. Windows 10. Проверьте подключение кабеля. Есть разъем для наушников, есть разъем для микрофона. Подключите правильность передней панели вашего системного блока. Если после правильного подключения кабеля все равно микрофон не работает, разверните ваш системный блок и подключите задние стороны системного блока в разъем микрофона кабель от микрофона. Если у вас все правильно подключено, но все равно микрофон не работает, меню пуск правой клавиши, переходим в параметры, конфиденциальность, микрофон. Разрешить приложением доступ к микрофону здесь должно быть включено. Доступ к микрофону для этого устройства включен. Переходим в «Изменить» и смотрим. Доступ к микрофону для этого устройства должно быть включено. Опускаемся ниже и смотрим. Выбрать приложение для Microsoft Store, которые могут получать доступ к микрофону. Здесь проверьте доступ к микрофону. Если вы пользуетесь Skype, включите. Запись голоса, камера и так далее. Разрешить классическим приложением доступ к микрофону. Также включаем, если у вас отключено. Правой клавиши на нашем звуковом устройстве. Открыть параметры звука. Вот. Здесь мы проверяем микрофон. Есть у меня микрофон как Samsung C01U Pro. И проверяем микрофон. Проверьте микрофон. Выбрали наш микрофон. Автоматически звук воспроизводится с нашего микрофона. Если мы выберем микрофон High Definition Audio, звук не воспроизводит. Если мы выберем микрофон Samsung C01U Pro, звук автоматически воспроизводится. Можно перейти в устранение неполадок и попробовать выполнить устранение неполадок. Может это помочь. Переходим в управление звуковыми устройствами. Смотрим. Микрофон. Он у вас может быть отключен. Поэтому обязательно нужно здесь включить его. Если он у вас выключен. Допустим, я сейчас отключу. И вот отключено микрофон. Включаю это устройство. И автоматически наш микрофон включается. Может быть он у вас выключен. Параметры устройства и громкости приложения. Переходим сюда. Вот микрофон. Смотрим микрофон. А также если у вас громкость уменьшена, то увеличиваем громкость. Можно также сброс настроек выполнить. Панель управления звуком. Переходим в запись. И здесь проверяем наш микрофон. Вот видим мой микрофон. Автоматически воспроизводится. У вас может быть другой микрофон выставлен. Правой клавишей допустим использовать по умолчанию. Выставляем свой микрофон. Правой клавишей и использовать по умолчанию. После этого ваш микрофон начнет воспроизводиться. Если вашего микрофона в списке нет. Допустим он выключен. Допустим я вот микрофон выключу. Отключаю это устройство. Его нет в списке. Правой клавишей. Показать отключенное устройство. Видим наш микрофон отключенный. Правой клавишей. Включаем это устройство. Показать отсоединенное устройство. Смотрим отсоединенное устройство. Что у нас еще отключено. Вот у нас микрофон также отключен. Вы можете выбрать здесь по умолчанию. Выбираем наш микрофон. Свойства. Прослушать. Можете прослушать с данного устройства. Перейти в уровни. У вас может быть ползунок громкостью уменьшен, поэтому увеличиваем ползунок громкости. Переходите в дополнительно и проверьте здесь. Разрешить приложение использовать устройство в монопольном режиме. Можно попробовать отключить галочку и проверить так, работает ли микрофон. Этот компьютер правой клавиши мыши управление. Диспетчер устройств. Аудио входы и аудио выходы. Проверяем здесь наш микрофон. Вот мой микрофон. Samsung C01U Pro. Он в списке присутствует. Правой клавишей я отключаю это устройство. Да. И сейчас мой микрофон выключен. Видим здесь стрелка вниз. То правой клавишей выбираем его и включаем устройство. Может быть ваш микрофон выключен. В итоге микрофон включается. Не забываем проверить звуковые, игровые и видео устройства. Здесь точно так же должно быть отображаться ваш микрофон. Проверьте, чтобы у вас были установлены драйверы. Драйверы для звукового устройства. Из-за этого может быть в итоге микрофон не работать. У меня сейчас устройство с поддержкой High Definition Audio. Это встроенный звуковой драйвер от Microsoft. Мне нужно обновить драйвер для звука. У меня материнская плата Astrog. Перехожу в поддержку. Выбираю свою модель материнской платы. Скачать. Выбираю драйвер Audio. У меня Realtek High Definition Audio. Скачиваю этот драйвер. Вы скачиваете драйвер для своей материнской платы. Если у вас ноутбук, скачивайте драйвера под свою модель ноутбука. Открываем наш драйвер. Выбираем звуковой драйвер. Setup Exe. И устанавливаем. Далее. И происходит установка Realtek. Если вдруг у вас после установки драйвера все же микрофон не работает, перейдите на официальный сайт производителя материнской платы или ноутбука и скачайте предыдущий драйвер. Удалите этот драйвер и скачайте предыдущий драйвер. После установки обязательно перезагрузите компьютер. После перезагрузки компьютера проверяем наш микрофон. Микрофон должен заработать. Оборудование и звук. И видим диспетчер Realtek HD установлен. Параметры звука. И проверяем наш микрофон. Микрофон. Раз, раз, раз. Микрофон работает. Переходим в этот компьютер. Диспетчер управления. И смотрим. Диспетчер устройств. Аудио входы и аудио выходы. И здесь мы видим наш микрофон. Динамики. Фронт миг реалтековский. И звуковые игровые видео устройства. Здесь также видим Realtek High Definition Audio уже с надписью Realtek. Проверьте настройки программы, с помощью которой вы работаете. Если у вас скайп, то в настройках скайпа проверяйте звук. Если все это не помогло вам и в итоге все же звука не воспроизводится, в этом случае проверьте сам микрофон. Может быть микрофон не рабочий и вам нужно заменить на другой микрофон, проверить с другим микрофоном. Или подключить этот микрофон к другому компьютеру или ноутбуку. Продолжение следует...